всем привет в эфире программа что если и вопрос звучит так что если бы бог не выгнал торговцев из храма а сегодня с нами эксперт священнослужитель вениамин александрович фролов здравствуйте добрый день как ваши дела спасибо хорошо все отлично у меня к вам необычный вопрос вы когда нибудь что-нибудь продавали в своей жизни да был у меня такой период жизни когда я занимался небольшим бизнесом каким я разводил пчел и собирал мел это хорошее это было очень интересное занятие и для меня и для моей семьи у меня как раз подрастали дети это был в основном летний период и мы путешествовали много путешествий мы ездили далеко для того чтобы как бы достать или накачать хороший мед большей частью это было полифлерный мед так называемый горный это из разнотравья поэтому полифлерный то есть многоцветия разнотравья вот и потом надо было этот мед продавать и вот я летом собирал мед а зимой торговал зарабатывая деньги для того чтобы прокормить семью значит вы не так сказать бизнесмен у нас были это хороший опыт вот венимин александрович у нас есть три правила первое что вам нужно будет ответить за три минуты второе доступно и понятно а третье что звучит один вопрос а значит один ответ дорогие зрители вопрос звучит так что если бы бог не выгнал торговцев из храма венимин александрович как вы будете готовы я хочу поставить таймер и мы с вами начнем размышления я готов готова начинаем это очень хороший интересный вопрос особенно для современного времени почему интересный христос это сделал не потому что он не любил людей он очень любил людей но он сделает для того чтобы люди не спутали различные дела и суету с благоговейным отношением к богу к святому месту храму причина это получается да и что такое благоговейное отношение это может быть сегодня устаревшее слово это трепетное отношение перед чем-то величественным перед чем-то может быть таинственным в какой-то степени господь это сделал для того чтобы люди поняли что с господом разговаривать вот так как бы открыто ну может быть открыто но не уважая я думаю понятно современному слушателю это это неприемлемо потому что господь святое существо и господь поэтому хотел чтобы люди понимали и уважали и ценили это ну представьте себе человек пришел в храм для того чтобы поговорить с богом встретиться с богом высказать может что-то свое наболевшее личное душевное да что-то какое-то большое глубокое переживание свое или просьбу в горе богу помолиться господу и если это так делать ну и обстановке такой да такой может быть светской обстановке как бы шутя несерьезно относясь это неприемлемо для святого места поэтому господь тем более когда люди там где идет торговля там обычно признак базара а это восточный правда да там много людей много в то время приносили в жертву скот много скота и когда все идет торговля кто-то называет цену а кто-то там уменьшает эту цену и молится кто-то параллельно в храме да а восточный как раз базар он так отличается от этого что обязательно идет торговля люди рядятся господь видел он сказал дом мой домом молитвы назовется молитва это сокровенный спокойный тихий разговор с богом как раз таймер подошел вы уложились время в три минуты спасибо вам большое что вы сегодня пришли к нам интересно очень размышлений и про пчел и про то что я не знала что там был настолько базар и что они постоянно торговались и это я думаю очень сильно мешало людям молиться дорогие зрители я хочу подвести итог если бы бог не выгнал этих торговцев то я думаю что я бы не понимала трепетного отношения к молитве в храме наверное оно было бы как базар а мы будем с вами прощаться до новых встреч а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok